Всем привет! Решил попробовать сделать чип-тюнинг, но не захотел ничего заливать, никакие прошивки. Нашел на рынке такую коробочку волшебную, называется Gun Tuning. Сегодня мы ее распакуем. Подключается к датчикам. В общем-то, насколько я понимаю, установка не требует большого количества времени. Также к демонтажам. Продавец обещает дополнительно два года гарантии на двигатель. Для этого нужно в течение двух недель после покупки заполнить форму на сайте. Дальше я ее сегодня заполнил. В ответ они мне должны что-то прислать. Будет гарантия на мой двигатель или нет, но я так понимаю, что будет. Соответственно, перед ТО можно очень легко ее демонтировать. Есть разные режимы. Есть ссылочка в описании. Можете найти сами. Почитать подробнее, что это такое. Обещают экономию топлива. Обещают плюс 52 л.с. к моему мотору. У меня 180, соответственно, будет где-то 230. Ну и, собственно, сейчас зима. Хороший тест, наверное, прямо такой драг-тест с местом у нас не получится. Поэтому будет тест такой скорее субъективный по ощущениям. Насколько меняются вообще настройки двигателя, насколько стала машина интереснее. Ну и, конечно, как только снег сойдет, значит, станет потеплее. Наденем летнюю резину и попробуем замерить. У меня было 7,3 секунды. Лучший результат. Ну, соответственно, посмотрим, что эта машина сможет с гантюнингом. У меня в машине двигатель 1,8. Да, 180 сил. Ну, соответственно, я его выбирал именно потому, что машина с ним едет гораздо интереснее, гораздо увереннее, чем с двигателем 1,4. Поэтому, возможно, что если на 1,4 поставить такую же коробочку, то будут ощущения к 1,8. Но этого я вот прямо сейчас проверить не смогу. Но смогу сказать, насколько большая разница появляется при моторе 1,8. Тем более, что на первой передаче, да, собственно, на первых двух, скорее, передачах, в машине из-за переднего привода и так тяжело двигатель реализовать. Уже полный привод. Но, соответственно, начиная там с третьей передачи, она должна ехать принципиально по-другому. Ладно, смотрите распаковку. Пока. Ну что, получили ган. Попробуем распаковать. Так. Вот такая вот коробочка. Комплектация, да, Skoda Octavia 3, 1,8, TSI, 179 л.с., 250 нм. Оно. Открываем. Так. У нас наборка водов для подключения. Она вместе, да. Это, судя по всему, как-то у нас подключается. Ведем к устройству надо разбираться, да, едем к датчикам. Ну, всё. Ладно, с этим будем разбираться позже. Ну и, собственно, вот сама коробочка. Инструкция, видимо, её придётся почитать. Наклеечки Grand Turbo. Там две штуки. Будем клеить? Надо подумать. Ну и непосредственно само устройство. Так, вот достать. Ага, достать его вот так вот. Так, вообще-ка эта книжечка. Ну вот, ладно. Вот такая коробочка. Ну так, я говорил, этот большой разъём, он, видимо, будет подключаться у нас к тем проводам. Ну, выглядит хорошо. Вообще не докопаешься. Надо всё надёжно. Посмотрим, как это вделим. Окей, давайте попробуем с этим разобраться штекером, да, потому что явно здесь все штекеры к датчику, а явно в коробочку вставляется вот этот. И, видимо, если его отсоединить и отсоединить эту заглушку, то будет всё работать в штатном режиме без гана, как я понимаю. Угу, да. Так. О, да, всё. То есть, соответственно, либо отсоединяется вот эта, тогда мы возвращаем в штатную схему. Нужно подсоединять наган с другой стороной, да. Раз. Достали. Свернули штатную схему. По-моему, всё отлично. Вот такая распаковочка.